Теплые залы, ярко освещенные экспонаты и идеальная чистота. Сегодня сложно увидеть Эрмитаж другим. А представьте холодные коридоры, промерзшие за зиму стены, горы песка на полу. Вместо произведений знаменитых художников – пустые рамы. Так в годы блокады, когда картины были уже за сотни километров от осажденного города, здесь прошла необычная экскурсия. И зрители как наяву смогли увидеть ожившие образы исчезнувших полотен. Экспонаты спешно эвакуировали, как только объявили войну. Чтобы быстрее восстановить потом экспозицию, холсты вынули, а рамы оставили висеть на стенах. К апреле 1942 года большую часть ценностей вывезли, а те, что не успели, сотрудники перенесли в подвал. Весной там прорвало канализацию, и перед работниками встал очередной вызов – спасти экспонаты от воды. С подвалов из этой ледяной води в кромешной тьме руками доставать фарфоровые чашки и в кромешной тьме переносить на первый этаж в античные залы. И они все это сделали и ничего не разбили. Сотрудников оставалось мало. Как писал один из научных руководителей музея Павел Губчевский, это была армия старушек. Многие попросту не справлялись с тяжелыми грузами. Однажды на помощь привели группы только что приехавших из Сибири молодых курсантов. В музее, как и в самом Ленинграде, младшие лейтенанты оказались впервые. Когда они закончили свою работу, в благодарность за это, Павел Филиппович провел им экскурсию по музею. Как он сам потом говорил в интервью газете «Смена», это была экскурсия реконструкции. Эти рамы от Пуссена, Рембрандта, Кранаха, от голландцев, французов, итальянцев были для Губчевского обозначением существующих картин. Он неотделимо видел внутри рам полотна во всех подробностях – оттенках света, красок, фигуры лица, складки одежды, отдельные мазки. Писали в блокадной книге Даниил Гранин и Олесь Адамович. Благодаря талантливому рассказу экскурсовода, студенты смогли прочувствовать шедевры, которых раньше никогда не видели. Их образы возникали перед глазами, как наяву. Считается, что словом нельзя передать живопись. Оно так. Однако в той блокадной жизни слово воссоздавало картины, возвращало их, заставляло играть всеми красками. Причем с такой яркостью, с такой изобразительной силой, что они навсегда врезались в память. Никогда после экскурсоводу Павлу Филипповичу Губчевскому не удавалось проводить экскурсии, где люди столько бы увидели и почувствовали. Возможно, они тогда поняли, ради чего они идут на этот фронт. Что вот это тоже все, то, что они должны сохранить. А картины были далеко. В Свердловске они нетронутые пережидали блокаду. Эшелоны с экспонатами вернулись в Ленинград в октябре 1945 года и началась работа по восстановлению экспозиций. Палон Рембрандта развесили за неделю. А уже месяц спустя посетители гуляли по теплым, возрожденным залам музея, восхищаясь подвигами тех, кто приложил столько усилий, чтобы сохранить памятники мирового искусства. Редактор субтитров А.Семкин